Испорт Бэтс Ком Что ж, еще раз всем огромный привет студии SLTV Друзья, с вами Таффый Слэм Слэм и Таффой, Виртуз Про и команда Фнатик Фнатик и команда Виртуз Про Вторая карта малого финала, вернее финала лузеров победитель Отправляется в гранд-финал, проигравшая команда едет домой Тут уже минус есть от Таза по плюше на самом-то деле Игорь, ВП в защите, как мы понимаем, и у нас уже начинается игра Да, сайдпик был сыгран и Виртуз Про в принципе были впереди Но вот бомба команды Фнатик уже стоит на точке И Виртуз Про надо выйти на выбивание В спину зайти не дали, что делать, что делать, ой-ой-ой Ну молимся Богу за ВП, но Фнатик, по-моему, просто парни с твердыми яйцами Я бы сказал, что стальные, но если турнир возьмут, то несомненно стальные А так пока просто твердые, 1-0 пистолетка за шведами Хорошее начало для Фнатик на второй карте, друзья Счет по картам 1-0, оверпасс, пик команды Фнатик сработал прям, наверное, на все 200% Счет 16-3 финально это доказывает Ну вот я не знаю, мне уже скриншоты в твиттер кидают со всякими порно-сайтами Где пытаются зарелизить запись этого матча Здесь борьбы должно быть гораздо побольше, все-таки, учитывая сторону Но есть, значит, предположение, что Фнатик очень сильно сыграют за атаку И, знаешь, смотрел только что официальный стрим Ну, ТАСС в форме, заряжен, как всегда, пытается собрать команду Но вот, судя по министику, он вообще не понимает, что происходит Он вообще турнир, турнир, КС, камера, за что вы отстанете от меня уже Это хорошо, что не Старладер или какой-нибудь СВЦ, где там куча зрителей О, а то бы там такая была сочная кучка от страха под стулом, ну ладно Да-да-да, я об этом говорю очень тяжело сейчас, ребятам, как бы они не старались Но уже, по-моему, там психологически немножечко сломились Ну, понятное дело, что сломились, я вообще не представляю, как можно миксом, во-первых, поехать Вообще, Virtus.pro, мне кажется, они поставили свои цели и задачи неправильно изначально На вторую половину этого года, потому что... Не, ну ладно, Игорь, надо заработать денег, что получилось Ну, они уже заработали, и вроде все нормально Ох, минист, 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 но нет Валов Мейстер его уничтожает Два в четыре Бомба, да, все очень просто Но знаешь, печально смотреть на команду такого уровня, которая просто даже не может побороться Вот когда денег призовых было меньше, когда просто ты потел, не знаю, прям кровью, чтобы забрать какой-нибудь, ну, первый чемпуль Где там, где 6 тысяч баксов за первое место Неделю назад было третье место чемпионата мира Ну, знаешь, пока все не зажирели от этих денег, да, вот команды играли как-то жестко даже со стендином на лане Но здесь вот что-то с Virtus.pro пошло не так Да нет, здесь явно Минаис не вписался, явно не хватает пятого игрока ВП И, ну, тут уже по ситуации им очень тяжело просто изменить ход событий Хотя, конечно, вот если бы сейчас, может быть, получится начало, хорошо сыграют, все-таки там 12-11 раундов возьмут в защите Может быть, что-то и пойдет, но уже все плохо Ну, 12-11 не возьмут, им бы, знаешь, 9-6 сыграть хотя бы Ну, давайте смотреть, друзья, что из этого выйдет Будет ли хорошая стрельба хоть на этой карте в исполнении ребяток из Virtus.pro Ну, а шведы, знаете, о них плохого не скажешь Поэтому, наверное, очень мало мы их хвалим сегодня Они просто, как говорил Игорь, все время делают свою работу Они стабильны, они стабильны, как никогда Сверхъестественной магии, опять же, нету, вот, знаешь Ну, как-то вот тут ВП уже проблема Для тех, кто не знает, на этой карте Virtus.pro, в принципе, одерживали победу над шведами Грамотно их разбираю со счетом 167 Но это был фейсет, друзья, матч ничего не решал Это был матч в интернете, опять же, фейсет На этой карте Virtus.pro провалили полностью Ну, и вообще у Virtus.pro вот путь такой был Хотя сейчас наклевывается интересный раунд Они могут, в принципе, сейчас закрыть Уже более 200 хп выбили из Фнатик Там классно сыграл белый из Успа Ну, подожди, подожди, подожди Сейчас, если Флюша, нет, Флюша не пошел Все-таки до контакта хотят стоять шведы здесь Да они и 3 в 5 вытащат, хотя, знаешь, другая проблема То, что уже 4 игрока здесь на точке Да, 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 время-то идет А Флюша даже не выходит сейчас в контр-замок Он не будет обходить с медла И посмотри, и посмотри, пойдут толпой Трактор, Пронок, спрей Спрейдаун отличный против Биоли Хэдшот все-таки залетает Причем там очень легко как-то все получилось Если Пленти сейчас позабирают этих всех парней Хотя вот не проверят ящик один Не проверят края... Проверили Проверили, проверили пятачок Минис упал, Пронокс разбирается за трактором Просто со всей бандой Нео последний с Б Плента в качестве перетягивающегося игрока Уже не несет никакой, в принципе, в своем лице опасности И Фнатик должен его совершенно спокойно наказывать Извините меня, Фнатик выходит четвером У них один Олаф Мейстер имеет 3 ХП В четверых, почти в пятерых игроков там Ну, жесть, жесть И никого не забрали Алешка, он же Олаф Просто никого не забрали Человек-шапка Ну что, Нео сейвит Сейвит что-то ЦЗ-шку в данный момент Но, честно, ребят Если и так будет продолжаться играть дальше Нео, на самом деле Пытался только что помыть Эти зеркала заднего вида на этой машине Либо он что-то делал на колесо Вот он опять Да, или колесо пытался надуть В общем, это не важно Но девайс ему здесь не удалось забрать никакой 3-0 Сходу От шведской команды Вот это поворот Ну и первый девайсный раунд Который задаст темп игры в этом матче Покажет нам Очень-очень много красочных моментов Мне уже не нравится 4С Что там остается Да, петух остается Олаф мейстером По 90-е АВП, Джейви По-моему, это агрессивный раунд будет Но Vexel идет сейчас на реализацию респауна Скорее всего, попробует закрыть Пашку Ну вот, да-да-да Пытался упор закрыть Но в итоге прохода нет У Паши продинамил всю подсадку Там уже двое Паша минус Кримс Но на подсадке, тем не менее Остается игрок нападений Афнать их будут терпеть на медле Любая перетяжка здесь убивается С помощью АВП, она у Джейви Ну и здесь, посмотрите Перекрестный огонь Флюшу прикрывает в Axel просто спокойненько Вентрум Ну, пока неплохо Пока не пришел Джейви И не начал творить бесчинство Со своими соперниками Поляков, кстати, здесь спасает То, что они играют пассивку на Б-планете Там нет никакой агрессии Так бы их уже здесь нормально начали разобирать По полочкам Так что раунд, в принципе, хороший Вырисовывается для польской команды Еще и в преимуществе Ну, Фнатик пытаются выждать агрессию от поляков Но поляки пока до этого Пока очень грамотно играли Они дали минусы Остались по позициям Особо никто не лезет А вот в центре кто-то нарывается сейчас Пашок, Пашок нарывается Ну, там его просто изолировали дымом Будет выход на ЗИК И уже АВП смело выходит Минус с точки мог быть Паша должен выйти Нет, не выходит С дома никого нету Кстати, на пятачке оба Бьёли тоже на двойке Стоит АС Пятак И сейчас Виртус Про могут пропустить с центра Начинается выход на точку А Ух, Натикс Паша забирает Флюшу Ну что, должны ВП справиться? Ну, смотри, как пятачок сыграют Нет, все, Бьёли минус Отлично Саза хоть и сожгли, но не вышла В Эксел не везет Ох, как Джей Ви Я первый раз вижу Два в укоре на зумах Он этого не делает Один-три Причем слышал, ждал весь раунд И два раза промахнулся Один раз вообще показалось Пуля между ног там пролетела у контракта Ну, я тебе скажу так Что это не показалось Не показалось Три-один Первый раунд Виртус Про Но мы опять же понимаем Что это защита Которая должна рулить на этой карте А судя по игре Фнатика Три это не предел Как бы шесть Как бы восемь не взяли А то и больше Но будем надеяться Что они будут бороться Это все на что можно Сейчас просто рассчитывать Кстати, на живой выиграли Виртуса И сторона защиты Не зря у них Да, не зря выбрано Но опять же Это пик Виртус Про Друзья, из того Что побанили ребят Из Фнатик У Виртус Про Осталось два варианта Это вытягивать оверпасс Тащить кэш Ну, по сути Если бы они были своим составом И к этому турниру Готовились чуть больше Чем Ну, просто у них была неделя Которую они отдыхали После чемпионата мира Поэтому Фнатик повторяет раундер Стянулись по всей карте Плант Недалеко от базы Был выброшен Ну и в общем-то Флюшес Под Б Джей Ви центр Тоже на Б Если что хелпанет Ну а Олаф Пронокс и Кримс Конечно же попытаются Там расшатать точку А Но Оооо Минисисек Как же ты так умело Присел Прям на голову Вексел атакуют КТ Спрейдаун Пашу бицепса Паша не убивает Сейчас игрокат Ну мы видели Что делал Джей Ви У него там прицел В полу был Да-да Но самое прикольное Что Джей Ви забирает Свою ОП Которые из него выбили Выход на Аплент Уже Ну видишь Вот в том раунде Они пытались Оттолкнуться С синхронизированными действиями Здесь сыграл свою роль Джей Ви И шансов По сути у польской команды Тут просто никаких не осталось На этот раун Но все равно Дальше синхронный Замечательный выход Все четко Все понимают Кто где находится на карте Им не нужно для этого Даже по мониторам Смотреть У них уже концентрация сбивается Они начинают смотреть Другую позицию И в итоге к ним приходят Слева и не справа Ну и понятное дело Знаешь такая пауза И кто о чем думает В команде Virtus.pro Да Сидит Минайс У него просто он думает О камеры, камеры, камеры Камера Почему это камера? Что это такое? Меня обсуждают Я на камерах Беда Паша Облачко, мысль Там гантеля Как всегда Да-да Там гантеля Покачаться бы сейчас Не знаешь Что в голове у Нео происходит Но вообще жесть В голове у Нео сейчас было такое Я спрячусь Меня не найдут В итоге нашли Флюша минус 4-1 Ну Фнатик продолжает играть В какую-то Не знаю Захват Польши В прямом эфире На карте ДК Что-то иначе не назвать Но опять же понимаем Почему так играют ВП Был бы Снекс Была бы немножечко Другая игра И все-таки команда Топ-3 мира По результатам ЕСВЦ Но все равно Всех волнует один Единственный вопрос За последние 6 месяцев Что Фнатик едят на завтрак? Я думаю Интересно Кто сильнее на этот раз Фнатик Либо команда LDL Уж извините меня Фанаты Virtus.pro Но не верю Что у них что-то получится Уже 4-1 за атаку Очередной ЭКВП Очень тяжело им сейчас Ну мы видим Что они просто пытаются Вот опять же Импровизация Пистолеточки Которая ничему хорошему Не приведет В последствии Советую завтра Ставки не делать Никому Просто советую Не делать Ох Джейвин оказывает Ну смотри Вот 4 поляка в секунду Скорость Фнатик Такая же как у LDL Кстати вот если Для любителей статистики Тактики и так далее Первый раз Команда Фнатик идет На точку Б И делает это На антиэко То есть на девайсах Пока что ни разу Точку Б не атаковала Шведская пятерка Самое интересное То что они При этом Убили всех своих соперников Вообще В медле Просто И на А Да Они даже не подходят Там даже С флиты не разыгрываются Им нужен только центр И только выходы к точке А Б там В своей жизни живет Ну вот еще чуть-чуть И команде Virtus.pro Начнет казаться Что все-таки Ну что-то здесь не так Да 5-1 За Фнатик 11 раундов До выхода в суперфинал Там уже LDLC Их ждут Ну и завтра В 5 часов вечера По центральноевропейскому времени Ребят 6 Киев 7 Москва Начнется Суперфинал этого чемпионата Поэтому Милости просим К нам на стрим Ну что смотрим Ну как так легко Все белый Просто получает в пачку Оставляет команду в меньшинстве Ну вот Ты сидишь Ждешь Ждешь Весь раунд Приходит Фнатик играет Ту же модель На самом-то деле Что и на ЕС Этот прибежал Касавцы Минус 1 Минус 2 Минус 3 Знаешь что Я уверен Что если бы Вот Virtus.pro Сейчас бегали На перегонки То они бы выиграли В этой игре Но к сожалению Здесь надо Не быстрее всех бегать Поэтому Мне просто противно Знаешь сейчас Комментировать Когда вот Одна из тех команд Которую я люблю Уважаю Да их все любят Все уважают Но сейчас они выглядят По-моему Как вот Знаешь Дотеры Которые играют В КС На сцене Во время доты Финалов Старладера Там знаешь Сильвер 3 И там вот такие Вот ребята Не писали Что 1.6 5 раундов Разница Я не знаю Вот за счет чего Virtus.pro Здесь хотя бы Побороться смогут Но Помимо того Что после первой карты У них минус мораль А после второй Вот начало Пока на данный момент Кажется что вообще Вот ну Просто ничего Не изменится Судьба этого матча Что нужно сделать Ну это не знаю Это пропереться нереально Ты знаешь Серая туча неба затянула Вот так вот Вот так сейчас Выглядит эта карта Для Virtus.pro Молния сверкнула Четвертая подряд Я бы сказал Молния сверкнула Под воздействием GV И всех положила Повалила И смотри Степом на B плент Первый раз на B плент Без единой гранаты Выходит команда И снова это антиэко То есть Дорожие на B не входим Кто же будет умирать Никто не будет умирать У Fnatic Все в порядке Кримс Один хп Сколько у них уже По одному хп оставалось Я не знаю Первую половину Очень много было У поляков недобор Просто лютый Пытается Белинский Кого-то подрезать И вот тот потыкал Ну попал Хорош Дальше-то что ты будешь делать Боже мой Леша Но тут без шансово Тазм мчит на помощь Паша бицак такой Кто хочет в точку ворваться Давай смотреть вообще За Пашей просто Потому что Ну Я не знаю Паша думает My friend My friend Where are you? Where enemy? Where are you my friend? Where are you? А у меня сейчас что-то застряло У Паши посреди экрана И у него Что это такое Игорь у меня? Что? Что это у меня за глюк такой вот? А это у тебя наклейка от пистолета сверху просто У меня кстати ее здесь нету Ужас какой-то просто Ну есть да Есть такие баги в КСФА Вальф конечно их фиксит иногда Но иногда Иногда не считается Опять же 1.7 Да есть баги ХЛТВ Которые по 12 лет не фиксились Да и черт с ними Сказала Вольво 7.1 Ну что ж Что ж Я вот пытаюсь понять вообще Что же ребята из ВП-то бедные Так мучаются Что ж так вообще все не получается Вот я сам не знаю Смотри На 2 ВП пробуют Что это проблема там Минайз какой-то там косяк В общем команда не играет В общем вся команда выключилась Мне кажется что Виртус Про просто устали Но вот когда Таз берет АВП И встает на пятачок А планта Это уже говорит о том Что там что-то Точно не так Так Миниску не дают сыграть В штрафкил Таз также с пятачка Не отыгрывает свой авик И Флюша тут очень сильно напрягает Бэ он сам пойдет туда Там двоих на себя Стянул Флюша И умер Ну тоже такой Французский стиль Ооо Вот этот АЗа закрыли Вообще без шансов Бьелый на нем сейчас В лежит Все надо запирать дверь В атаке Подождите Джейвис двери Тут еще раздаст Хаешку Должен чекать сверху О нет он не смотрит Ну все все Здесь все в порядке У Виртус Про наконец-то Подождите Тут еще Олаф Мейстер Вот первый порядок Привет Но правда не видел наверное Что в точку прошел игрок Поэтому второго Как не забрал Олаф Забрал забрал Все в порядке Исправляется Олаф На пятачок проходит Паша Условия игры снова меняются Джейвис пытается Простреливать позицию Но как видим По сути дела Хотя если сейчас Джейвис просто Вот включит отца И побежит на пустой Б-плент Вот это поворот Это будет просто фантастика Если он там Друг Образом услышал второго Нет он разводит Что ушел А поляки же не знают Что там была бомба Но в любом случае 1-1 по плентам Будет нормально Но ВП предпочитают Сыграть очень Ну правильное решение Остаться вдвоем на позиции Чтобы в случае чего Потом попытаться Выбить вдвоем Но на тайминге Их дергают И нашли 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 в эксела Слава богу Я вообще там думал Там Паша Нож Там кисак Не-не-не Не будет такого Второй атакой Беспредел Ну ладно Поехали 7-2 Но все равно радоваться Конечно команде Virtus.pro Не стоит Мы можем только порадоваться Что у нас не будет Третьей карты Вот к сожалению Ну честно Вот такие игры сегодня Вроде бы и ландфинал И Швеция И хорошая команда Все хорошо Ну ужас LDLC рвут в щи Virtus.pro Ну и то же самое Вот делает кандов плать Хотя там было Чуть неинтересно На первой карте Но потом стало Абсолютно неинтересно Ну да Но тут опять же Вот два раунда Это слишком как-то Вот мало что ли И снова на Аплент Будут все попытки Хотя мы видим Обратите внимание Под Б3 Да-да-да Под Б3 разыгрывает Это фейк Вот наконец Они сейчас просто Наверное сделают так Что выйдут в одного Игра на Б Ну тут еще тема такая То что Пронекс Должен будет занимать Мидл по-любому Ему надо будет К Вентруму подойти В тот момент Когда его тимати Начнут действовать Потому что без его поддержки Огневой будет очень тяжело На Б сейчас Плент и два ВП Это Вирлюша с Калашом И Олаф с JV Ну Virtus.pro Смотри в этом моменте Тоже понимают Что как бы Нужно как-то укрепляться Что по таймеру Обычно уже открывается дверь Оттуда что-то вылетает А вот тут Первая проблема Тасп попытался Сиграть агнессивно в аркаду Зачекал мейн Олафмейстер его Быстро закрыл с авиком И JV второй авик Минус минайс И здравствуйте Добро пожаловать на Б-Плент Ну там есть один поляк Пока что Нео давай туши всех Два их затушил Третий под ним Он пытается манцеваться Но пропускает Тем не менее Тройку игроков Двойка занимает плент Это тоже ошибаются Никто девятку не смотрел Подожди подожди Сейчас увидим Что будет делать Пронакс Олаф Хороший минус Здесь тоже тяжело будет в девятке Ооо Ну я не знаю Что еще здесь сказать JV Просто 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 JV Пронакс JV плюс Олаф Мейстер Давай смотреть статистику Там уже 10 на 3 Пронакс Олаф 9 на 2 8-4-4 Джесипер Вексел Кримз 8-2-3 6-1-4 Флюша И у Виртус Про Пока Большие проблемы Вообще с игрой Судя по их статистике Ну Минис 2 на 9 2 на 10 ТАС Нео 3 на 6 Ну знаешь Когда ТАС берет авик Да вообще Это уже все Это уже все Это уже поплыли парни Просто У ВП нету денюшек У команды Фнатик Очень много финансов Все у них хорошо В общем-то Девятый Ну я пока Знаешь Я даже не вижу Что может остановить команду Фнатик Что уже и на девайсах не получается И Вообще По-моему ВП доигрываются Мне кажется Что этот матч нужно было играть Все-таки на следующий день А не сегодня Потому что Ну реально Виртус Про Должны были отдохнуть Собраться Подумать С учетом того Что со стенды На многих игроков Не он Это какая-то Третья катка для них Подряд С другой Завтра никто не будет разыгранный Две команды Вот сядут Разомнутся Вместе одновременно Никто не будет играть матч Да С чистой головой Сыграют красивый В этом есть В этом есть определенный плюс По-моему Вопрос в том Что даже завтра Ничего не поменяло Для Виртус Про Как-то вот уж Сегодня все плохо Не ну Знаешь Вот поляки Они умеют сыграть В первом Например Дне провально А на второй день Это совсем другая команда Я больше считаю Что иногда Деньги не столь важны Нежели вот репутация После такого ивента Знаешь Вот лучше бы не поехать Наверное А о себе Плохого Не думали бы По крайней мере О команде Виртус Про Ну ты же понимаешь Прекрасно Что тут Дело даже Наверное Не в этом никак Они просто доигрывают Этот чемпионат Он у них был в планах Тем более что Они хотели показывать На нем хорошую игру Я думаю Если бы они не хотели На него ехать Они бы просто не поехали Не ну деньги нужны всем Что поделать Ну вот если бы все таки С своим составом Было бы поинтереснее Ну это да С подготовленным игроком Ну ладно Поехали дальше 9-2 Разрыв продолжается В общем-то Четвертую карту подряд Виртус Про Ничего не могут сделать Две это было LDLC И Dust Inferno Ну и сейчас Вот тоже две карты Оверпасс Кэш Ну как-то вообще ужасно Ужасно Просто Ну вот все Один игрок выпадает Вроде бы не за основы А в итоге Выпадает вся команда Ну поехали Флюша Минус нео Отличное начало Для Фнатика И подсадка срабатывает Минус от живи И уже 5-3 Начало раунда Минута 22 секунды На таймере было Ну слушай 3-5 сразу Это Ну это каждый раунд Найс на поджи Поймай Тут уже все Вот тут уже Такая стадия игры Пошла когда поляки Устали каждый Когда ты уже в упор не убиваешь Миниск уже не может зажать Что-то Изменяюсь Миниск уже не может зажать Просто чтобы вот выжить Все же соперник Та с белым Такие на пленте Агрессивно А уже на бэбом Поставится А таз там снео У них план Нет Белый таз Смотри Смотри Пацаны решили посидеть В гараже Вставляй коль туда В двери И все Чтоб не открывалось Да Сюда можно Не знаю Вон Содрать со стенки Вот эту синюю штуку И тут ее повесить Что тут типа ничего нету Помнишь ли старые ролики Типа мастерс Когда ребята Бэблант ящик Да Смотри Смотри Что самое интересное Фнатик понимает Что ооо Не-не-не-не-не Джейви убивает Бьёли Боже мой Мне жалко Виртуз про Я не знаю Я не могу поверить Своим глазам У меня уже Из них идет кровь После вот этого Всего Что мы с вами видим Ух А представляешь Вот есть истинные фанаты ВП Ребята Которые всем сердцем Болеют за команду Верят в нее А ВП сейчас Просто исполняют Страшные На своей карте Выиграли сайдпик И в итоге 10-2 Фнатик просто Разовлекаются Я не знаю Ну это Знаешь Вот из всех матчей За прошедшие полгода Из всей борьбы От команды Фнатик Что мы видели Это Самый Самый просто Безболезненный матч Потому что здесь Виртуз про Просто ничего Им не делают Вообще Такое ощущение Что Чего не скажешь О завтрашней встрече В CLDLC Там будет Вообще Для меня Наверное Один из самых Интересных матчей В этом месяце Кстати Ребята Это будет самый Интересный матч Не только потому что Там это финал И все такое А потому что Это Фрагбайтмастерс И по системе Он похож на Старладдер И сможет ли кто-то Выиграть Фрагбайтмастерс С нижней сетки Вот это уже вопрос Потому что Фнатик выходит Снизу То есть будет 0-1 У них Да У них будет 0-1 У французов Будет преимущество Как я понял Вроде бы В одну карту Но еще У них должно быть Преимущество По черку Это Бест оф файв То есть Они должны Да Они должны будут Еще первые банить карты Которые катают Фнатик Так что ЛДЛС будет шанс Поквитаться за Чемпионат мира За Париж За Париж Да Но непонятно Вот Выиграть уж Как они собираются В Стокгольме Как они это сделали В Париже Да-да-да Как они это собираются делать Я тоже не знаю Вот Ну ладно 11-2 счета И у нас агрессивный выход На точку А Очень быстро движутся Тут уже знаешь Тут подарки просто Тут ВП начинает аркадить Ну и эти подарки Фнатик собирают Это раунд на девайсах Ясо ВП Ясо ВП Ясо ВП Ну я не знаю Кому-то огнетушитель Можно наверное подарить Покупаем Покупаем наклейки Виртуз Про Ну это знаешь Это самый худший день Виртуз Про по-моему У меня нет Других ассоциаций С этой встречей для них Да Давно такого ужаса Мы не видели От ВП Ой боже мой Бедный Я даже не могу вспомнить Когда мы вообще видели Какой-то ужас от ВП Бедный Филипп Кубский Его просто откубили Со всех сторон Не дали засейвить ВП Даже фраг сделать толкового Его не дали Последний раз наверное Ужас от ВП Можно было увидеть Когда поляков не было В команде ВП Да 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 Это единственное Что можно было увидеть Но тогда были другие времена Знаешь Вот времена российского КС Те самые великолепные Когда Рад что Фокс Когда Когда 300 тысяч 300 тысячный раз Капитан команды Виртуз Про Дает интервью Говорит о том Что сейчас мы всех Разорвем Ай все Не сыпь соль на рану Многим людям И фанатам Зато сборная Хорошо сыграла Последний матч Да Сборная сыграла Просто на отлично Неожиданно я бы даже сказал И там все по честному Вообще молодцы Так я не знаю Что тут делает Ого Вот это вот живи тусовка Ну смотри В последнем раунде Первой половины Виртуз Про Решили сыграть Индивидуально Скажем так По всем позициям Удалось это сделать Нео Остался последний Кримс Ему здесь жить В принципе тоже не дадут И Воляра 13 13 Привет пламенные Швеции Хотя Команды пишут сразу Рейди Потому что Ну потому что Здесь уже понятное дело Что ждать Никто ничего не хочет Но чудо от Виртуз Про Точно ждать не стоит Обидно конечно Еще раз скажу За команду Виртуз Про Ну да Что поделать Сами виноваты Знали куда едут Знали что будет Замена Надо было готовиться Обсуждать минимальный Пакет раундов Не в стиле Не в стиле Хеллрейзера Погнали от скилла Бестакли Ну знаешь Два топ 3 подряд Это знак Что пора Немножко Передохнуть Я думаю Оу Стабильность Признак результата Нео врывается На бплэн Привет Первому Минус живи Флюш отвечает Здесь зажали Флюшу Ну и пока Вп могут Затраунд Глпус Бриллис Дашдаун КТ Респы В девятке Еще один игрок Защиты Все нормально Если Кримс Сейчас на стее А эти двое Могут побить всех Ой-ой-ой-ой-ой Нет Нет Смотри-ка Первая пистолетка За Виртуз Про Я готов похлопать За это Ну просто молодцы Молодцы Ну что ребят Ну сейчас будет очень тяжело Не а вот теперь Давай смотреть на польскую атаку Если честно Я не понял Как Олаф Все это время Находясь в пленте Не сделал там Хотя бы два минуса Олаф Да Я не знаю I'm Olaf Meister Olaf Meister Просто Olaf Meister Просто Olaf Meister И все Тут по-моему Знаешь А может это такой план Виртуз Про Может подумали А давай сольем на второй карте Сразу Чтоб там Снатики подумали Что сейчас Вот это А потом они расслабятся А мы как раз План сумасшедшего Ну что ж Подсадка в центр Все сюда Из Виртуз Про Пошли Да Четыре игрока Не ну не без везения Конечно Да Вот это Флюша тут простреливать Пытаются такие мувы Посмотрите Уже на точку А выход Начинается Правда Очень плохие позиции Мне не нравятся такие позиции Но тем не менее Бицеп забирает Кримса Все хорошо Минай забирает JV Самое главное Вот здесь вот разворачивается Все спокойно Видит нео на машине Смотрим на Пронакса Который Который сейчас пытается Вовсю открыть Ооо Все Ну тут нужен Флюша И Олаф Ну тут Слушай Сейчас если Скаут сыграет То будет большая проблема Но Пока что Виртуз Про действует Грамотно Скаут скорее всего пойдет сейвиться И вообще игроки команды Фнатик скорее всего Отсейвят в этом раунде Потому что В следующем Они могут напрячь намного жестче Вот знаешь Шведы мне чем нравятся Здесь копать Копать Не копать Они с любой командой Справляются Вот когда проигрывают Знаешь там Они терпят на эко Понимают как команда себя ведет Что они делают В начале раунда В середине и в конце И у них всегда созревает Какой-то план банан Давайте закончим с этими парнями На средней стадии раунда У них это получается Давайте закончим с ними рано Если они пойдут туда быстро Будут ходить в Virtus.pro Но вот я думаю Что первому девайсному Полноценному команды Фнатик Они будут понимать Все позиции абсолютно И в Virtus придется Что-то действительно придумывать И не то чтобы на ходу придумывать Да Что-то старое То что работает Потому что с Фнатик Будет очень тяжело Но Но Все-таки это пик ВП Будем надеяться Для них на лучшее Ну и Фнатик повторно Разгрывает эко Начало хорошее Есть экономика Не факт что будет АВП У Фнатик в самом начале С первого оружейного раунда Тоже есть вопросы У Пронакси 3 Это максимальные сейчас деньги На всю команду Фнатик Грю Вот Фнатик Такие ребята Которые могут спокойно подстроиться Сейчас была попытка угадать Б-плент не вышла В общем Мидл пропустили На уже идет заход Пронакс в поджиме Попытка отбиться от мейна Нет Миниск выбивает Все в порядке Virtus.pro контролирует ситуацию Ну что же Нео ставит бомбу Это шестой для ВП Но В следующем В принципе Может начаться Финальная серия раундов В которой Фнатик Все и завершат Сейчас посмотрим на От лучшую Флюша Вы Должен Наверное Выжить Одного Может он убьет Не могу на такие Фраги просто Ну давайте смотрите Так появляется Все таки появляется АВП у JV А кто сейчас наказан Пронакс первый армор Флюша первый армор Три 4S Одного АВП Вот такой вот Сюда по оружию Команды Фнатик Ну и напомню вам Что в последний раз Когда Virtus.pro Держали победу над Фнатиками Это был А их состав Б матч в интернете Ц А вот это выбивание бомбы Виктор Но хоть бомба упала А тут безбien Как Как вообще вдвоем Они вдвоем туда залезли Никто даже не подумал Посмотреть Винтром и прочекать упор Что за детский лепет Делают ВП Они два раунда подряд Подсаживаются вот так вот Подсаживаются четырех игроков Никто никуда не смотрит А этот раз их приняли Я не знаю Следующий пошёл, четвёртый пошёл, отлично. Тринадцатый пошёл. Слушай, команду Virtus.pro можно в пятером отправлять в космос. Вот они могут выиграть следующий мажор ивент и влить все бабки в то, что отправятся в космос. Я не знаю, Fnatic просто вот, ну, тут не во Fnatic, как мне кажется, больше дела, а дело всё в Virtus.pro. Да, да, они сейчас просто пабмастерские какие-то, подсадка в центр на девайсном, такая резкая. Самое главное то, что они, ты понимаешь, что они обычно как разыгрывают Virtus.pro, я в миллион раз видел, как они занимают мид, и они делают грамотно, они кидают с центра, один выходит с мэйна, одного подсаживают, и чувак с подсадки не лезет, пока упор не будет прочекать. Ну да, а тут двое уже наверху летят с Плэнтом. При том, что они оба смотрят в Ventrum там с Цветфлюша, говорит, привет первому второму, еще и бомб выиграет. Ой-ой, давайте Аплэнт смотреть у Джей Ви, ох, как он почувствовал, что здесь всё плохо, Джей Ви! Ну, говорю, это третий глаз у Джей Ви, я не знаю, в какой части тела он у него находится, будем надеяться, что на лбу, но пока у него функция работает. В последний момент такой, не-не-не, что-то здесь не так, я вообще здесь один на точке, давай назад. Он просто услышал топа двух человек, скорее всего, а может одного, но... Мне кажется, он просто увидел, что он на точке один, а хелпа там чуть подальше. Да, всё круче, у него просто есть третий глаз, которым он просветил стенку. Членикс так называемый. Вот сейчас, например, так же он и таза прошил спокойненько в двери, таза простреливался. Ну что, ждём от Паши Бицепса экшена. Дым на мейн, знают, что игрок был где-то в районе двери, Флюша минусует Пашу Бицепса. 4 в 2, Минай с хедшотом забирает Кримза, но, в общем-то, на пленте ловить нечего, рыбы нет, хотя... Ох, ты ж батюшки, Пронакс! Вот эта флешка, ну и бьёли последние, всё. Ну тут... Тут и денег уже нет. И белый-белый. И белый-белый, ну и 19... 1950, 3800, 222... Ну, как ты думаешь, возьмёт команда Фнатик 15-й раунд именно сейчас? Да? А всё 15-16-й. Ну вот мне тоже так сейчас начинаю отказаться. Белый купил коллаж, вся остальная команда не покупала. Флэш, по-моему, что-то... что купил Минайс только что? Не обратил внимания. 300 потратил, по-моему. Но я так и не понял, что это. Нет, сейчас пишет... Ужасные картинки присылают Игорю, друзья. Заря, заря. Джейви минус таз, один коллаж белый. Напоминаю вам, он пока имеет 45 хп, Джейви забирает Минайса. Ну, в общем-то, всё. Белый, Нео, беда, печаль, 15-6 и куча матч-поинтов для команды Фнатик. Так, по-моему, сейчас Джейви тут неплохо прошёл мимо. Ты посмотри. На кассы. Этот стоит с ножом, пошёл за ним. С ножом надо... А-а-а, он прожёл мимо вот этого парня и Джейви. Посмотри, что делает. Ох, как убивают белого, люто. Ну и всё, Нео. Тот самый Нео. Филипп Кубский. Хорош. Ох, Филиппок первого забирает. Первый девайс пришёл. Теперь давай, Нео, вспоминай. А, всё, он белый пока. Отошёл от флешки, но 8. Без армора. Ой, беда. Тут вы его тут просто уже отпушили всей бандой. Ну, короче, Фнатиком весело. Я... Прострелы такие рандомные. Вот они меня бесят, если честно, в CSGO. Что нужно, по-моему, довести до ума, так это система прострелов. Ну, вообще с ними всё в порядке. Ну, знаешь, вроде бы всё в порядке. Так не слишком сильно простреливаются стены. Всё хорошо, всё хорошо. Иногда как прилепится тебе через стену, что ты думаешь, о, господи, с чего он стрелял? Капа, капа. А там какая-нибудь ЦЗ-шка тебя простреливала, знаешь. Не, ну такое тоже бывает, да. Ну, здесь, смотри, здесь всё пропорционально, как бы, зависит от текстуры, да. Есть бетонные стены, которые не простреливаются. Есть углы с гипсокартоновые, которые простреливаются. Есть... Вот здесь на медле простреливается практически всё. Так, минист... Ну, система WorldEdit я знаю, карты делал. Как работает текстура тоже. Так, наказали Кримза, божьим чудом. Нео успевает его всё-таки перекрыть. И Virtus.pro получает хорошие шансы на выход в B-Plant. Это потрясающая ситуация, которую нужно реализовать. Но Fnatic дёргают позиционно. Pronax сжигает миска. ТАС отстреливает флюшу в девяти. Хорошее начало, но пройти Олаф Мейстера будет... Задача не из лёгких. Опять же, снайпер. Снайпер на пленте, и Олафа просто грызут. Олаф мог забрать сейчас. Своему дал Олаф. Ох. Так, хороший выход был в Эксел. И в Экселу не везёт. Вообще капитально. А сейчас все так не попадают. Один снайпер не попал в GV. С первой пули не попал, идёт на сейв. Но к GV ещё он ещё не идёт на сейв. Он убил бомб-кэрри. Он пойдёт сейчас тащить семью кп, ты не поверишь. Но это правда. Демон. Просто демон. Потому что надо. Потому что хочется. Ну и он будет ждать здесь просто. Ну, вариант того, что он, конечно, здесь что-то сделает. Минимально. Я думаю, он его спокойно Кубский должен уже десантировать и контрить. Но в Экселу стоит бояться. По-моему, он всё понимает. Нео сейчас всё-таки... Наверное, на зуме поймал. Там слышал его. Ну, нет. Дж-В его слышно было, когда он в Вентрум заходил. Но его ещё тогда услышал. Поэтому и молотом сразу прилетел. Но в итоге он просто дожидается. Сейчас становится 15-7. И Virtus.pro попробует подраться. Но сейчас, по-моему, Fnatic уже будут ещё более фаново играть. Ну что, потащили. Потащили. Один матч-поинт от игры. Ну, да. Действительно. Тут чисто вот супер-жёстко играли раунд Fnatic. Там пытались снайпера такие какие-то выстрелы делать. Очень быстро стреляли. Там иногда они цели. Но ничего. Сейчас, я думаю, они так спешить не будут. И просто ровненько закончат раунд. Снова два АВП. Это Джи-В. Это Олаф Мейстер. Минай сыграет СВП у команды Virtus.pro. Ну и, видимо, в подсадку пойдёт. Хотя нет, на Аплэн. Четыре игрока. Атаки направляется уже. Неужели и пятый пойдёт? Себе Главка. Что затевает команда Virtus.pro. Джи-Вита открыл дверь. Он понимает, что только Главка и Пронокс и Крайм стянуться может. И Фнадик уже всё знает. Они прожали мидл. Пока ещё у них плохие позиции. Всё равно. Ну, не-не-не. У них нормальные позиции абсолютно. Дай Флюшу посмотрим. У него приключения могут быть? У него не будет приключений. Он просто ждёт. Вот они сейчас стянули Кримса. Кримс подёргался, подёргался. Вексел в этот момент заходит в аркаду. Идут ловить Вексела. Но это хороший шанс для того, чтобы не дать сыграть Джи-Ви. Отличные два фрага. Флюша падает. Джи-Ви тоже. И Virtus.pro пока что. Безукоризненно оказывается в частном преимуществе. Там Флюша стал, прицелился, навёлся. Ну, просто получил сразу по башке. Вот самое главное сейчас отцепить Пронокса. Всё, он его в чеке увидел Бьёли. Паша должен обрываться быстро туда. В Медле его пытаются закрывать. Также двери Кримс. Третий швед бежит на точку А уже. Они полностью отдали бы. И не зря. Не, здесь всё нормально. Здесь Virtus.pro должны справляться. Смотрим. Кримс. Ой-ой-ой. Вот если бы мне этот хэджет, я бы ещё поспорил. Олаф всё знает, где находится снайпер. Должны разрывать. И этот раунд ВП. Ну, всё равно не верится в то, что они потащат. Ну, пока что 8-15. Пока что борются. Борются. Понимаю то, что... Сейчас ТЗ возьмут фнатики и возьмут раунд. Веришь в такое или нет? Ну, знаешь, я бы на самом-то деле не... Как бы... Не думал. Мне кажется, что они не будут сейчас... Ну, давай. На ЭКО вообще закупаться. Им просто нет смысла закупаться, понимаешь? У них 15 раундов. Они могут купить себе какую-то... Не знаю, гранату. По гранате бросить её куда-то в центр. Может, молотов какой-то где-то, да? А так им без разницы. Стой смотреть. Может быть, они сейчас даже 2 ЭКО подряд и возьмут и сыграют. А может быть, и без АВП сыграют. Потому что вот последние 2 раунда с АВП не идут. Ну, вот Virtus.pro сейчас очень грамотно вышли на плент. Тактически быстро. И что, в принципе, впоследствии позволило игрокам команды Fnatic немножко отвлечься на центр. Но это бомба для ВП. Время будет работать на них. И самое главное, что... Они этот раунд также могут забрать себе. Это уже 9-я очко будет. Напомню вам, друзья, что в матчах в Faced лиге Fnatic уступали Virtus.pro на этой карте. Но, опять же, на лане они встречаются на ней, по-моему, впервые за долгое время. У Virtus.pro эта карта действительно разыгрывается сильно. Но их составом вот... Но и 15-8 превращается в 15-9. Ждём. А тут нечего ждать. Тут, наверное, даже не пойдёт команда Фнatic. Ой-ой-ой, смотри, Пупсика нашёл. Нашёл, Пупсика. Пупсик за дверью стоит. Давай, 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 Пупсик. Стой там, стой там. Не переживай. Всё в порядке. Стажём, стажём. Сори, сори, сори. Ну вот, в принципе, этот эпизод описывает всё то, что происходит. Что даже, мне кажется, Нео не верит в то, что они выиграют в этом матче. Пошёл, отдал пушку. Доже, как я обожаю этого чувака. Ну, просто этот тролль-мод он, друзья. Тролль-мод он. Ага, ты видишь меня? Yeah, Lex. В общем, надо было зарезать. Надо было зарезать. Обожаю Нео, когда он играет вот так. Но, к сожалению, для Virtus.pro это вторая карта. У них 9, они играют бай против левушки. Fnatic, кстати, двоих подряд играют. Пуш-бэплант, ай, и тут просто куча флэшек. Два игрока белых, но Нео может исправить ситуацию. Fnatic, в принципе, сейчас... Ой, под флэш, должны быть минусы от Fnatic. Нет, ушли с трэпами. Какая хорошая интересная ситуация. Ты видишь, вот ты посмотри на них, ты посмотри, как они чётко играют. Они не идут до конца, любая бы другая команда уже пошла, на контакт и сдохла. Собрали Пашу, который с вентиля прилетел. Зачем? Туда ещё граната залетает, уже стяжка идёт сюда на помощь. И это B, выход под флэш, снова выходит Краймс. Плюша, хорош, минайс минус Краймс, но здесь, по-моему, уже должны добавить... Воу, 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 что творят эти ребята? Нео, ну выйти все вместе. Хороши, 16-9. До этого было 16-3 или 4, ну, в общем-то, 2-0 по картам. 16-3 было, 2-0, друзья. Ну и 16-9 действительно счёт, который очень-очень сильно может сказаться впоследствии на игре команды Virtus.pro. Ну, я буду надеяться, что они не будут расстраиваться, потому что... Ну, во-первых, им простить можно. Поехали с Тендином. Во-вторых, они топ-3 мира в этом году по версии ESVC. Ну и самое главное, то, что на этот турнир они, по крайней мере, приехали, отыграли его как могли. Мы винить их не можем. Тем не менее, КСа красивого они нам не показали. Хорошего, качественного. Ну и завтра, друзья, в 17.00 по, если я не ошибаюсь, по... Центрально-европейское время. Центрально-европейское время, да. По центрально-европейскому времени, друзья, в 18.00 по Киеву, в 19.00 по Москве. Не пропустите гранд-финал Фрагбайтмастерс третьего сезона. В финале встречаются всё те же знакомые нам с вами лица. Команда Fnatic, команда LDL-C. И сойдутся в схеме BO5. Подробности вы можете найти на Хелтворге, на csgo.starluder.tv. Ну и для вас сегодня работали в эфире Вейс, Страйк, Тафа, Слэм. Спасибо большое за то, что вы смотрели наш репортаж с этого чемпионата. Увидимся с вами завтра. До новых встреч в эфире. Пока и пока.